Всем большой привет! Это дневник беременности, я расскажу вам о 31-32 неделе. Начался восьмой месяце беременности, не побоюсь этого слова, тяжелый период беременности. В буквальном смысле сопровождается неприятными дискомфортными ощущениями, связанными с тем, что уже живот совсем большой, и толчки уже совсем взрослые стали. И, конечно, моральная сторона этого периода, она тоже не особенно легко дается. И начинаешь волей-неволей нервничать от того, что осознаешь, насколько близок момент появления малышки на свет. И вот меня пугает это ощущение того, что я возьму ее на руки, и, боже, я просто... Это, знаете, это скорее не страх, это скорее просто момент ожидания, волнения. Я просто невероятно жутко волнуюсь перед этим моментом, перед тем, как появится моя девочка. Но все же волнение скорее приятное, чем неприятное. И у меня позади третий плановый скрининг, последний скрининг. Конечно, я сдала полностью анализ крови, полностью опять проверила состояние, так сказать, организма. И делали мы УЗИ. И мы делали УЗИ снова 3D. И в этот раз нам больше повезло с позой. Если в прошлый раз у нас поза была какая-то просто непонятная, пятки были вот, где лицо. И мы ничего не могли разглядеть, мы даже не смогли посмотреть, девочка это все-таки или мальчик. Вот. А вот последний раз мы делали УЗИ. Мы увидели даже, как она засовывает палец в рот. Это было просто непередаваемое ощущение. Ну, это классно, на самом деле, видеть своего малыша, он щекастенький, губастенький. Такое... Просто от умиления можно голову потерять. Для меня было главное во время УЗИ понять предлежание. Встали мы в правильную позу или не встали. И, о да, мы встали в правильную позу. И я очень этому рада, конечно же. Но, знаете, теперь я трясусь от того, что я переживаю, как бы она обратно не перевернулась случайно. Я с ней разговариваю, я ей объясняю, что... Чтобы она потерпела. Ну, в общем-то, я надеюсь, что все будет хорошо, и она останется в правильном предлежании до самого появления на свет. Еще есть такой спорный момент для меня. Вот, буквально вчера, даже я записывала влог, но, по-моему, там я не уточнила, что мы гуляли, и шагомер насчитал 12 тысяч шагов. И это было 10 километров, пройденных пешком. И я даже не знаю, хорошо это или плохо. В принципе, мне достаточно легко далась вчерашняя прогулка, но, вот опять же, мнение со стороны давит. И я знаю, что просто большинство, они считают, что нельзя так много ходить, что это вредно для беременных. Ну, в общем, я не знаю. И, опять же, вот это вот... Если я себя ощущаю нормально в этот момент, если я рада, если я гуляла по лесу, в конце концов... Но, на мой взгляд, вот нет ничего плохого, если я смогла пройти, и если я не потеряла сознание, и, в общем-то, даже не пыталась, наверное, можно. Но, опять же, есть новое препятствие на моем пути для того, чтобы чувствовать себя на 100% комфортно. Это жара. У нас в Москве теперь уже, не знаю даже, как сказать, наконец-то или, ну вот, жара наступила. Сегодня вот было почти 30 градусов, душно, и я не знаю, ощущения, конечно, не из приятных. Реально тяжесть. У меня руки, ноги горят, ощущения, что мы прямо текают. Но при этом визуально у меня это не выглядит, как отек. Но ощущения очень неприятные, и хочется просто облить себя холодной водой и ходить вот так. Очень сложно справляться с жарой. Единственное, что, конечно, маленькими глотками холодную воду я пью, у меня всегда с собой есть холодная вода. Особо на солнце стараюсь не находиться, потому что на солнце просто крайне тяжело. О, это на пределе моих возможностей для меня находиться на солнце, на открытом, вот, на открытом солнце. Я нашла новые увлечения для себя. И это увлечение, вы знаете, оно, в принципе, не совсем мне чуждо, но при этом просто это случилось обострение. Я, мне нравится убираться. Я, вот, почистить унитаз, рак, вину, зеркало, вот, окна я уже три раза забеременность мыла. Попробуем постоянно пыль протирать во все дырки, залазить, везде все, надо мне протереть. И самый главный момент в этом всем, не хороший, это то, что вся вот эта бытовая химия, она имеет, конечно, в себе специфические такие компоненты, которые не очень приятно вдыхать. Это не есть хорошо вдыхать в кометы всякие, там, мистер пропер, силит, и вот эти все вот средства, конечно, их вдыхать очень вредно. Даже, в принципе, я не говорю сейчас конкретно про беременных, я вообще говорю, что дышать вот этими парами это не хорошо. Конечно, мою любовь к уборке нисколько не отбивает тот факт, что убираться нельзя вот этими средствами. Я покупаю органические средства для уборки. Вот Organic People, у меня есть полный спектр этих средств, 99% все натуральное. Они не токсичны, вы можете ими дышать, вы можете их трогать, вы можете, я не знаю, все, что хотите. Конечно, пить, наверное, нельзя, но тем не менее, если даже вы глотнете какое-нибудь средство, исход будет намного более позитивным, чем глотнете, там, шуманит, например. Тем более сейчас начинается вот этот волшебный период гнездования, и чем ближе роды, тем больше мне хочется постоянно, постоянно все поддерживать в идеальной чистоте, постоянно, чтобы все было вот прям идеально. Надо обезопасить себя и малышку от воздействия вредных компонентов. И последнее, о чем я хочу сегодня сказать, это терпение. Во-первых, пожелать терпения всем тем, кто, так же, как и я, ожидает малыша. Потому что вот чем ближе роды, тем медленнее идет время. Просто терпения уже нет. Вот у меня реально нет терпения, чтобы дождаться. Мне уже хочется сейчас, чтобы она родилась, скорее хочется ее обнять, скорее хочется ее поцеловать. Это просто нереальное какое-то ощущение такое, что, знаете, боже, когда жить еще два месяца? Потому что мы уже все купили, мы уже как бы готовы, мы, в общем, ждем. А просто, получается, время тянется невозможно медленно. И если кто-то знает места, где терпение берут, где его можно взять, пожалуйста, скажите мне. Буду очень благодарна. И если говорить о каких-то серьезных вещах, то я стала принимать новый препарат. Называется он Бифиформ, который нацелен на избавление от дисбактериоза, на профилактику дисбактериоза, на повышение иммунитета. Я поняла, что мой иммунитет нуждается в помощи в тот момент, когда у меня вот периодически случается герпес или лихорадка, как кто называет, на губе. А тут у меня случилось то же самое, только вот в носу. И у меня такого никогда не было, и меня это очень напугало. Первое, что случилось. Второе. Молочница. Если кто-то интересуется, то я молочницу лечила тержананом. Тержанан это... Тержанан это своего рода антибиотик. И антибиотик, так сказать, местного воздействия, после которого флора влагалищная, она немного нарушается. И могут возникнуть неприятные дискомфортные ощущения. Я решила, что необходимо немного укрепить свой иммунитет посредством избавления от токсинов. Тем более, что я и до беременности регулярно проводила, так сказать, чистку организма легкую. Поэтому я решила, что необходимо пропить небольшой курс дефиформы. Ну, или кто-то пьет хилакфорта, кто-то пьет линекс. Кто что хочет, в общем. И это было все на сегодня, на эти две недели. Увидимся с вами очень скоро. Пока-пока. Пока-пока.